Как преобразовать звук в энергию, создать электронного поводыря и другие механические приборы. Все это не понаслышке, знакомо ученикам столичного кванториума. Детский технопарк начал свою работу более года назад, и уже сегодня в нем бесплатно обучаются 200 учеников. Наградил особо одаренных ребят. Сегодня глава Республики Дагестан. Все подробности у Карины Баталовой. Собирают роботов, создают беспилотники и пишут программы. Эти дети уже способны делать то, что не в состоянии больше половины взрослых людей. Отсюда и столь пристальное внимание к ним со стороны правительства. Глава Республики решил посетить технопарк и узнать побольше о новых разработках юных изобретателей. Кто придет в курс дел? Я вообще не вылез. Привязать себе пришел человек из другого лета. В этом VR-квантуме дети при помощи пакетов 3D-моделирования создают собственные виртуальные миры. А вот и один из готовых проектов. Он цельца и сам герой Великой Отечественной войны рассказывает про то, каким был его последний бой. То есть последний бой не значит, что он в этом бою он умер. Это безусловно. Промышленный дизайн, IT-технологии и программирование. Всего в технопарке 5 квантумов, 5 образовательных направлений. В каждом из них дети разрабатывают интересные, а главное полезные проекты. Например, электронный поводель позволит людям с ограниченными возможностями ориентироваться в пространстве. Он одевается вот так, то есть человек, когда входит вот так, данный сонар, это датчик дальнего расстояния. На метр, да, если расстояние меньше метра, он вибрирует. Смотрите, метр расстояния, когда идет, уже человек понимает, что впереди препятствие. Поднимает руку, а нижний датчик уже на 10 сантиметров. То есть на дальний и близкий, на более точные расстояния для того, чтобы приблить. Ну а в этом аэроквантуме дети решают инженерные задачи по проектированию, сборке и коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. Причем управляют ими сами. В хай-тек спускаемся. Это вот вы готовите настолько уже ребят, что они могут управлять. Да, они могут сами собирать, сами управлять, сами же программировать. Да, также есть вертолетного типа беспилотники, есть самолетного типа. Самолетного типа. Там как раз в процессе разнагрузки. Это летающая крыла радиоуправляемая. Авторы лучших научных проектов, победители олимпиад и международных конкурсов. Сегодня у этих ребят появилась возможность побеседовать с главой Дагестана и задать ему все интересующие вопросы. Понимаете, вы олицетворяете то, что может добиться Дагестан уже в ближайшее время. Но здесь надо поработать. Мы на вас очень-очень рассчитываем. Несмотря на то, что кто-то, кажется, что только постигаем. Потому что ваши примеры для нас очень важны и дуэ. В завершении встречи Владимир Васильев вручил ребятам благодарности и новогодние подарки – планшеты. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.